Открывая совещание, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, погодные условия постоянно меняются. Сегодня жара и угроза пожаров. Завтра сильнейшие ливни. Алгоритм действий должен быть отработан в любой нештатной ситуации. Сюрпризы погоды могут быть абсолютно разные. Давайте готовиться к противопожарным всем мероприятиям, противопаводковым мероприятиям. Давайте готовиться к случаю, если смерч выйдет из моря на сушу. Ко всем проявлениям сегодня погоды мы должны быть готовы. Каждый из вас знает, что делать. Отработанное все должно быть до мелочей, как часы работать, но тем не менее. Продолжительная сухая и жаркая погода в Анапе стала причиной введения особого противопожарного режима. Специфика территории – огромная антропогенная нагрузка. Пожарные спасатели переведены на усиленную службу. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков вынес на обсуждение весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности. Одно из основных – материальная база. В каком состоянии сегодня пожарные гидранты? У нас ситуация по гидрантам на самом деле очень хорошая, находится на высоком уровне. Значит, работа проводится большая. Значит, мы проводим дважды в год инвентаризацию. На сегодня вынуждены проводить один раз в год. Тем не менее, это не мешает нам постоянно вести мониторинг состояния наружного противопожарного водоснабжения. Кто за них отвечает? Отвечает за них водоканал. Значит, да, по всем неисправностям мы их сообщаем. И водоканал принимает меры по их ремонту. Труднодоступные территории – излюбленные места отдыха так называемых диких туристов. Как построена работа с неорганизованными группами отдыхающих? Кто отвечает за этих неорганизованных отдыхающих на малом утрише, которые ставят палатки, жжут, а костры купаются в море? Только от организаторов отдыха детей в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило свыше 400 заявок. Таково требование муниципалитета за благовременное уведомление о маршруте, месте отдыха и его участниках. Через оперативного дежурного ЕДДС сразу информация идет с руководителями, кто организует это, это школы, это спортивные школы и так далее, культура. И сразу администрация и казачество, которое там находится. То есть, если нужно довести штормовое предупреждение, запрет, мы по этим каналам все это дело осуществляем и отслеживаем эти группы. Темой ближайшего совещания с руководителями здравниц также станет обеспечение пожарной безопасности. Представителям санаториев, гостиниц, баз отдыха есть вопросы. Когда был большой пожар в Благовещенской, было указание всем здравницам иметь трехсуточный запас воды, для того, чтобы прибывший туда караул мог осуществлять тушение. Вот не все здравницы нам... Я хотел сказать, все, конечно, сразу услышали это все и у всех есть. А да кто проверил, у кого нету. Главам сельских округов поручили вновь проверить все сельхозугодия, обследовать лесные массивы, активнее вести разъяснительную работу. Но главное, на что обратил внимание Юрий Поляков, это опашка территории. Жаркая и сухая погода в Анапе, по прогнозам синоптиков, продолжится примерно до 10 сентября. Жители и гостей курорта призывают соблюдать меры предосторожности. Категорически запрещено разводить костры на участках, в полях и лесополосах. О замеченных фактах возгорания необходимо незамедлительно сообщать дежурному пожарной охраны по телефону 01-101-39610-50050.